Фирма Трали Глава первая Смок и Малыш встретились на углу у салона Эль Горн. На лице Смока было написано полное удовольство, и шел он бодрой походкой. Малыш же плелся с самым подавленным видом. — Куда? — приветствовал его Смок. — Будь я проклят, если знаю, — последовал мрачный ответ. — Сам очень хотел бы знать. Совершенно некуда деться. Два часа резался в карты, как очумелая, и хоть бы что, никакого ощущения, остался при своих. Сыграл партию в Кребедж со Скифом Митчеллом на выпивку, и вдруг так захотелось заняться чем-нибудь, что вот выполз на улицу и слоняюсь. Может быть, наскочу на собачью грызню, на побоище или что-нибудь в этом роде. — А у меня есть в запасе кое-что получше, — заметил Смок. — Потому-то я тебя ищу. Идем. — Сейчас? Немедленно. — Куда? — Через реку проведать старика Дуайта Сэндерсона. — Это еще кто такой? — мрачно спросил малыш. — Мне что-то не приходилось слышать, что на той стороне реки живет кто-нибудь. И чего ради он там поселился? Уж не полоумный ли он? — Он кое-что продает, — рассмеялся Смок. — Собак? — Золотые копи, табак? Смок на каждый вопрос только качал головой. — Идем со мной и увидишь. Я собираюсь скупить у него его товар и устроить одно дельце. Если хочешь, могу взять и тебя вдоль. — Только не яйца! — возопил малыш, скорчив тревожную и в то же время саркастическую мину. — Идем, идем! — успокоил его Смок. Ты еще успеешь поломать себе голову, пока мы будем перебираться через лед. Они спустились с высокой дамбы в конце улицы и вышли на покрытый льдом юком. Прямо против них, на расстоянии трех четвертей мили, крутыми уступами вздымался противоположный берег. Кое-как протоптанная дорога вела к этим уступам, извиваясь между развороченными и нагроможденными друг на друга глыбами льда. Малыш плелся вслед за Смоком, развлекаясь догадками относительно коммерческих операций Дуайта Сэндерсона. Олени? Медные копии? Кирпичный завод? Медвежьи шкуры? Вообще шкуры? Лотерейные билеты? Огород? Близко, — подбодрил его Смок. Два огорода? Сыроварня? Торфяные разработки? Не так плохо, малыш? Не дальше, чем на тысячу миль. Каменоломня? Приблизительно так же близко, как торфяные разработки огород. Постой. Дай подумать. Кажется, я начинаю догадываться. В течение десяти минут царило молчание. Слушай, Смок, мне не нравится моя последняя догадка. Если эта штука, которую ты собираешься купить, похожа на огород, на торфяные разработки или на каменоломлю, то я больше не играю. Я не войду в дело, пока не увижу собственными глазами, не ощупываю его. Не беспокойся, скоро все карты будут открыты. Взгляни-ка вон туда. Видишь дымок над хижиной? Там оживет Дуайт Сэндерсон. У него там земельные участки. А еще что? Больше ничего, рассмеялся Смок, кроме ревматизма. Я слышал, что его страшно мучает ревматизм. Слушай, малыш протянул руку и, вцепившись в плечо своего друга, заставил его остановиться. Уж не хочешь ли ты сказать мне, что собираешься купить в этой гнусной трущобе земельный участок? Это твоя десятая догадка, и на этот раз ты угадал. Идем. — Подожди минуту, — взмолился малыш. — Посмотри кругом. Ведь тут нет ничего, кроме уступов и обрывов. Где же тут строится? — А я почем знаю. — Стало быть, ты покупаешь землю не под ферму? — Но Дуайт Сэндерсон ни подо что другое не продает ее, — ухмыльнулся Смок. — Идем. Нам придется вскарабкаться на этот обрыв. Обрыв был очень крутой. Узкая тропинка велась по нему зигзагами, как огромная лестница Якова. Малыш хныкал, причитал и возмущался острыми уступами и крутыми ступенями. — Придумал тоже уголок для фермы. Да тут не найдется ровного места даже для почтовой марки. И к тому же сторона реки невыгодная. Все грузы идут другой стороной. Посмотри-ка на Даусон. Там еще для сорока тысяч жителей хватит места. Слушай, Смок, я знаю. Ты покупаешь эту землю не под ферму. Но скажи мне, ради бога, для чего ты ее покупаешь? — Чтобы продать, разумеется. Но ведь не все ж такие сумасшедшие, как ты и старик Сэндерсон. Все сумасшедшие по-своему, малыш. Словом, я намерен купить эту землю, разбить ее на участки и продать множеству нормальных людей, проживающих в Даусоне. Ой. И так уж весь Даусон смеется над нами из-за яиц. Ты хочешь, чтобы он смеялся еще больше, а? Вот именно. Но это чертовски дорого стоит, Смок. Я помог тебе развеселить их в яичной истории, и моя доля смеха обошлась мне приблизительно в 9 тысяч долларов. Чудесно, можешь не входить в долю. Я положу себе всю прибыль в карман, но тебе все равно придется помогать мне. Разумеется, помогать я буду. Пусть надо мной посмеются еще раз, но денег я не дам ни копейки. — Сколько старик Сэндерсон хочет за свой товар? Сотни две? — Десять тысяч. Надо сторговаться за пять. — Хотел бы я быть пастором, — вздохнул малыш. — Чего ради? — Я бы произнес красноречивую проповедь на небезызвестную тебе тему. Глупому сыну не в помощь богатство. — Войдите, — послышался раздраженный возглас дуэта Сэндерсона, когда друзья постучались в дверь хижины. Они вошли. Старик сидел на корточках у каменного очага и толок кофе, завернутый в кусок грубой холстины. — Что нужно? — просил он резко, высыпая толченый кофе в стоявший на угольях кофейник. — Поговорить по делу, — ответил Смок. — Насколько я знаю, вам принадлежит здесь кусок земли. Что вы за него хотите? — Десять тысяч долларов, — был ответ. — А теперь можете смеяться и убираться вон. Вот дверь. Не имею ни малейшего желания смеяться. Я видел вещи посмешнее, чем ваши скалы. Я хочу купить вашу землю. — Хотите купить? Вот как? Ну что ж, рад слышать разумные речи. Сэндерсон подошел и уселся перед посетителями, положив руки на стол и не спуская глаз с кофейника. — Я сказал вам свою цену, и мне нисколько не стыдно повторить ее. Десять тысяч. Можете смеяться, можете покупать. Мне все равно. Чтобы показать свое равнодушие, он принялся барабанить костяшками пальцев по столу, устремив взгляд на кофейник. Минуту спустя он затянул монотонное «тралала, тралали, тралали, тралала». — Послушайте, мистер Сэндерсон, — сказал смог, — участок не стоит десяти тысяч. Если бы он стоил десять тысяч, то он с таким же успехом мог бы стоить сто тысяч. А если он не стоит ста тысяч, а что он их не стоит, вы знаете сами, то он не стоит и десяти медиков. Сэндерсон барабанил по столу и бубнил свое «тралала, тралали», пока не закипел кофе. Вылив в него полчашки холодной воды, он вновь сел на свой стол. — Сколько вы даете? — спросил он смока. — Пять тысяч. Малыш застонал. Опять раздался продолжительный стук по столу. — Вы не дурак, — объявил Сэндерсон. Вы сказали, что если моя земля не стоит ста тысяч, то она не стоит и десяти медиков. А между тем даете за нее пять тысяч, значит, она стоит сто тысяч. Я повышаю мою цену до двадцати тысяч. — Вы не получите за нее ни одного шиллинга, — в сердцах крикнул смог. — Хотя бы вам пришлось сгнить здесь. — Нет, получу, и именно от вас. Ни гроша не получите. — Ну что ж, тогда буду гнить здесь, — ответил Сэндерсон, давая понять, что говорить больше не о чем. Он перестал обращать внимание на гостей и погрузился в свои кулинарные дела с таким видом, словно был один в комнате. Подогрев горшок бобов и лепешки из кислого теста, он поставил на стол три прибора и принялся за еду. — Нет, спасибо, — пробормотал малыш. — Мы совсем не голодны. — Покажите ваши бумаги, — не вытерпел он наконец смог. Сэндерсон порылся под подушкой на своей койке и вытащил сверток бумаг. — Все связано и подробно, — сказал он. — Вот эта длинная бумага с большими печатями пришла прямым путем из Оттавы. Здешние власти не имеют ко мне никакого отношения. Центральное канадское правительство защищает мои права на владение этой землей. — Сколько участков продали вы за те два года, что владеете этой землей, — осведомился малыш. — Не ваше дело, — огрызнулся Сэндерсон. — Нет такого закона, который запрещал бы человеку жить в одиночестве на своей мызе, если ему этого хочется. — Я дам вам пять тысяч, — сказал смог. — Не знаю, кто из вас глупее, — жалобно заметил малыш. — Выйдем на минутку, — смог. Я хочу сказать тебе два слова по секрету. Смог неохотно последовал за товарищем. — Скажи, пожалуйста, — умолял малыш, когда они вышли на покрытую снегом площадку перед хижиной. — Тебе не приходило в голову, что по обе стороны этого идиотского участка на десять миль тянутся скалы, и что они никому не принадлежат, и что ты можешь сделать на них любое количество заявок? — Они негодятся, — ответил смог. — Почему негодятся? — Тебя интересует, для чего я покупаю именно этот участок, когда кругом тянутся десятки миль такой же земли, не так ли? — Вот именно, — подтвердил малыш. В этом-то вся и суть, — торжествующим тоном продолжал смог. — Если это интересует тебя, то заинтересует и других. А когда это их заинтересует, они прибегут сюда со всех ног. Ты можешь судить по себе, насколько правильен мой расчет на человеческую психологию. — Слушай, малыш, я намерен сыграть с Даусоном шутку, которая отобьет у него охоту гоготать над нашим яичным конфузом. Идем в хижину. — Опять вы, — сказал Сэндерсон, когда они вошли. — А я уже думал, что больше не увижу вас. — Ну, говорите, какая ваша последняя цена? — Двадцать тысяч. — Я даю десять тысяч. — Ладно, отдаю за десять. Я ведь сначала больше и не хотел. Когда вы заплатите? — Завтра в Северо-Западном банке. Но за эти десять тысяч вы должны сделать еще две вещи. Во-первых, когда вы получите деньги, вы отправитесь вниз по реке до сороковой мили и останетесь там до конца зимы. Это нетрудно. Что еще? — Я заплачу двадцать пять тысяч, и вы вернете мне пятнадцать. — Согласен. Сэндерсон повернулся к малышу. — Меня называли дураком, когда я перебрался на этот берег, ухмельнулся он. — Ну что ж, я теперь дурак с десятью тысячами в кармане. Клондайк полон дураков, только и мог ответить малыш. — Раз их так много, то должно же хоть одному из них повезти. Как по-вашему? Субтитры делал DimaTorzok — Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...